Всем привет! С вами Махновский Антон. Пять громких слов, на которых ты сможешь поднимать минимум лям в месяц без вложений, без мозгов и без движений, вещает нам со сцены очередной новорожденный миллиардер-вундеркинд с драматической судьбой и увлекательной историей успеха. Чья история успеха заключается в успешном рассказывании историй про свой успех. Ты должен быть обязательно молодой. Ты должен быть неприлично богат. Обязательно издалека. Со сложной судьбой и прикольным именем. И все вместе это даст кумулятивный эффект. Конверсия разорвавшихся пуканов просто взлетит до небес. У неофита в груди возникнет щемящее чувство, что вот благодаря вот этой золотой, бриллиантовой, божественной информации этот простой паренек смог легко и быстро оседлать такие золотого тельца. Осталась сущая ерунда. Просто купить ее. Да, дорого. А что делать? Назовись, например, Скажи, что ты в свои 17 лет сам на собачьих упряжках приехал в Москву с моря лаптевых, где с пеленок зубами ловил косаток за миску похлебки. А сейчас ты успешный коуч, бизнес-тренер, эксперт по стилю и автор уникальнейшей методики аналитического лизинга. И в свои 18 лет ты за прошлый год заработал миллиард на аналитическом лизинге. Ибо на аналитическом лизинге ты собаку съел. А он сейчас особенно в тренде. В доказательство предоставь фоточки в инстаграме. Вот ты рядом с ламборджини Мурселага. Вот ты рядом с раздетыми телочками. Вот тебе и фотографии пачек денег. Ну, все, что еще надо-то? Все понятно. Естественно, придумай цепляющие лозунги. Твой лозунг должен поразить неофитов самое сердце. Попасть в истинные потребности. Возможно, даже в те, в которых он сам себе признаться даже не может. Как перестать работать и начать зарабатывать. Как перестать выживать и начать жить. Как перестать грустить и начать веселиться. Как перестать напрягаться и начать расслабляться. Как перестать мужаться и начать жениться. Как перестать прокрастинировать и начать медитировать. Короче, как перестать переставать и начать уже начинать. Или что-нибудь из серии. Три простых шага, как сделать шаг. Три основные пути на пути к своему пути. Осознай свое осознание и просветли свою светлость. Успех успешного успеха. По-настоящему твой успешный успех. 2.0. 3.0. 7.0. 20.0. Просто слово успех. Оно никого уже не цепляет. Оно уже заезжено, как старая портовая шлюха. Его никому не продать. Его никто не купит. А какой концептуальный материал можно продавать? Во-первых, это, конечно же, мои любимые шаги. Шаги продавать одно удовольствие. Помните анекдот был раньше такой бородатый? Как положить бегемота в морозилку за три шага? Шаг 1. Нужно открыть морозилку. Шаг 2. Положить бегемота. Шаг 3. Закрыть морозилку. А как положить в морозилку жирафа за четыре шага? Открыть морозилку, вытащить бегемота, положить жирафа, закрыть морозилку. Позволю себе процитировать живого классика. А как поднять бабла? Три шага. Шаг 1. Опустить руки. Шаг 2. Взять бабло. И шаг 3. Внимание. Будьте внимательны. Здесь многие делают ошибку. Поднять руки, обязательно продолжая держать бабло. Если вы все делаете правильно, вы без труда будете поднимать бабло. Во-вторых, это обсасывание старых добрых трюизмов. Из серии золотых цитат Винни-Пуха, который говорил, нужно делать так, как нужно делать, а как не нужно, делать не нужно. Это из серии, чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Или чтобы попки были сухими и чистыми, их нужно сушить и чистить. Всю эту банальщину важно говорить с максимальным опломбом. Чтобы неофиты увидели в этой банальщине некий тайный, сакральный смысл, который может осознать только истинный верующий, истинный последователь, истинный ценитель. В-третьих, это, конечно же, увлекательная типология человекообразных. С разделением, например, по величине зарплаты или сисек. Тут и золотые тренинги из серии, как правильно пользоваться жопой и другие способы привлечения энергии денег в свою жизнь. Ну и, конечно же, плети, продажа люлей оптом и в розницу. Это венец творения всех бизнес-тренингов. Это самые безбашенные, самые кислотные оргии. Если ты поклонник ментальных БДСМ, ты себе найдешь просто на любой вкус. Помните, как в цельнометаллической оболочке? «Вы все говно! Мы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно!» Итого мы подходим к универсальной формуле. Хочешь заработать много денег? Сделай вид, что ты уже заработал много денег. И начинай за деньги учить других, как зарабатывать деньги. И тогда ты заработаешь много денег. Или как в очередном анекдоте про тренинг «Как заработать быстро миллион». «Сколько билетов продано на тренинг? Тысяча». А почем билеты? По тысяче рублей? Тренинг окончен. Один мой гениальный психотерапевт, один мой знакомый психотерапевт, говорил, «Дай человеку благословение, а не результат, и он сам вернется и еще будет советовать тебя своим знакомым». «Если ты, не дай бог, дашь человеку результат, ты его больше никогда не увидишь, и никто от него больше никогда не придет». «Некоторые утверждают, что этому учат в институте». «И тут мы подходим к сути разговора на девятой минуте». «Зачем мы все ходим на подобные мероприятия?» «Я предположу, что за конкретным результатом. Дом, машина, работа, любимый человек, навыки, какие-то конкретные осязаемые вещи. Тусовщиков в расчет не берем. А какой результат мы получаем на подобных мероприятиях? За исключением отрицательного финансового и окситоцинного допаминового прихода, который через две недели сменится жестким отходником. Максимум, что я видел, это люди принимали решение сами стать бизнес-тренером. А знаете, как можно стать успешным бизнес-тренером? Нужно стать успешным бизнесменом. Логично предположите вы. А ни хрена, чтобы стать успешным бизнес-тренером, нужно пройти бизнес-тренинг для бизнес-тренера. А теперь угадайте, какое отношение к бизнесу имеет бизнес-тренер бизнес-тренеров. Говори очень значимые слова на очень значимых щах с очень значимой интонацией и люди к тебе потянутся. Чтобы купить квартиру в Москве, нужно очень много денег. Чтобы заработать очень много денег, нужно, чтобы тебе их отдали те, у кого они есть. Чтобы тебе отдали деньги, нужно что-то ценное для них отдать им взамен. Да ладно, правда? Чтобы иметь спортивное тело, нужно заниматься спортом и правильно питаться? Да! Я бы вот лично сам никогда в жизни не догадался бы. Все уже все знают. Вся информация уже давным-давно в открытом доступе и на слуху. Человек прекрасно понимает, что ему нужно для того, чтобы получить то, что он хочет. И если человек не может себя заставить делать это, то никакая цена слова, никакие люли, пистоны, декларации, групповая динамика, общей картины не изменит. Что же делать? Наверное, спросите вы. А ведь Роберт, наше все дилц, ночи не спал. Придумывал свою пирамиду логических уровней. Чтобы эффективным бизнес-тренером было хотя бы что нарисовать на своем флипчарте цветными фломастерами, кроме цифр с огромным количеством нулей, шагов, лозунгов, деклараций, стрелочек и прочей бросающейся в глаза хрени. А они продолжают. Чтобы иметь, нужно делать. Чтобы иметь, нужно делать. Не сделаешь, получишь люлей, потеряешь бабки и пойдешь нахрен. В итоге Неофит прикупал за свои бабки себе пучок хорошеньких подсрачников, смазанных гормоном счастья. Делал что-то по инерции. Эйфория от подсрачников заканчивалась, а вместе с ней заканчивалось и делание. И если человек что-то не делал до тренинга для получения желаемого, значит была какая-то причина. Слава Кецалькуатлю, что хотя бы кто-то говорит про формулу быть, делать, иметь. Но и здесь. Хочешь быть счастливым, будь им. Гениально! А как быть? А хрен его знают. И не дай бог ты узнаешь. Ты же больше не придешь. Кирзачи терапевтические будут простаивать. А представьте себе, например, нормального кодера, программиста. Если его программа будет работать неправильно, он откроет исходный код и поменяет строки так, чтобы программа стала работать правильно. Допустим, программа зарабатывания денег не дает денег. Ищем строки кода, касающиеся денег. Например, находим «деньги равно печалька». Меняем значение «печалька» на значение «радость». Получаем деньги равно радость. И едем на Мальдивы получать удовольствие. Утрировано, конечно. При этом кодеру не нужно годами ходить к бородатому сисадмину, рассказывать, как сильно он огорчен тем, что программа не работает. А сисадмин будет слушать, многозначительно кивать головой и говорить тебе ласково. «Я тебя прекрасно понимаю, сын мой. Это все от того, что твой первый учитель по бейсику не любил тебя по-настоящему. Походи ко мне годика два, и ты будешь огорчаться намного меньше, чем сейчас». Говорит он это обязательно с очень печальным и мудрым выражением щей. А может быть, вместо этого просто исправить строчки кода в своем разуме и получить нужный результат? Выходим из этой метафоры и имеем решение за два хода. Находим причины, почему программа не работает, и устраняем их. Для поиска причины используем пирамиду логических уровней. Задаем вопросы. Что ты хочешь иметь? Что для этого нужно делать? Что для этого нужно уметь? Что должно быть ценным? Кем ты себя должен считать, чтобы это для тебя было ценным? Является ли это твое призвание? И смотрим, и слушаем, и записываем, на каком уровне из человека посыпется его убеждение. Типа «Я не достоин», «У меня не получится», «Меня мама заругает», «У меня карма испортится», «Это закрытый путь», «А вот по телевизору сказали», «И вообще мой астролог и не рекомендовал». Или это от лукавого? Шаг второй. Меняем эти убеждения в соответствии со своими целями. Процедуры изменения убеждений описаны многократно и подробно. Мне лично больше всего нравится изменение интерпретаций событий, которые привели к формированию этих убеждений. Потому что интерпретации в сознании человека – это самый подвижный элемент, и изменить его проще и быстрее всего мое личное субъективное мнение. На нужных интерпретациях строятся нужные убеждения, которые приводят к нужным навыкам, к нужным действиям, которые приводят к нужным реальным результатам. Выражаясь человеческим языком, мы применяем к убеждениям фокуса языка номер 7 и 8. Мы изменили причину, получили результат. Если правильно все сделали, человек захочет сам делать то, что нужно для получения результата, потому что ему будет важно научиться сделать и получить. Вот и все. Забавная штука. Те, кто дают результат, не занимаются маркетингом. У них и так очереди стоят под окнами. А те, кто дают маркетинг, в лучшем случае дают гомеопатический результат. Так вот, если кто-нибудь совместит мощный маркетинг и реальный результат, он, наверное, войдет в историю, как Евлампий, с даром божьим рожденный, повелитель собачьих упряжек, неоспоримый адепт аналитического лизинга, кхалиси моря лаптевых, разбивающий ограничивающие убеждения, разрушитель прокрастинации и отец всех косаток. Так, дело за малым. Хватайте Нелпера за пуговицу, говорите ему, что Дилц верит в него и получайте удовольствие. До новых встреч.